военно-морской музей мне как бы лениво возвращаться но я так перейду вот это шикарное просто спокойная тихая с великолепной музыкой кафешка вот здесь прям за углом это дорога на мост вот луна вот видно видите ходят троллейбусы то есть они прям останавливаются и кофейню только мог его увидеть тут полиция вот он троллейбус попер вперед на невский туда как бы ну нормально это все вот адмиралтейская застройка то есть адмиралтейство там не видно уже просто не удержался снять приду закачаю там поверну о мне перед гривец владимира перед владимиру привет спасибо еще раз за шикарные апартаменты но не удалось вам привезти вам хотел завода имени гагарина кое-что ну товарищ не успел вытащить календарики там всякие может следующий раз юбилейные будут привезу для вашего офиса может поэтому и не сросло что не удалось календарики и все как улица и кубовича музыка обалденная обстановка шикарная то есть посидел при том что простенькая акустика не фонтан но она грамотно инсталлирована то есть именно концертные даже в туалете шикарный звук это в редко такое встретишь то есть со вкусом сделано рекомендую там кстати стейки то есть такие там шикарные всякие бутерброды десерт может дороговато вот бутерброды шикарные вкусные наедаешься сейчас канагвардейский бульвар когда-то 2007 больной я приехал весь разбитый в город киров но привез феврале по мы в конце января первый усилитель сюда до феврале и как только я приехал тут выпал первый снег в эту же ночь было так весело пушистый мягкий я вышел на площадь дворцовую так он падает пять утра еще только троллейбусы начинают движение тепло в минус 4 минус 7 после наших 30 градусных морозов летит он самолет кстати было весело и как-то меня питер очень быстро подлечил за неделю пребывание впечатлениями эмоциями своими бутербродами блинчиками особенно блинчики почему-то запомнились и чай масса была но они сейчас тоже есть тогда я была просто основной где народ пролетарские как я люди кушали ресторана была сильно дороги ну и манера не было укуриваться кальяном там или чем-то еще ну тут ценники хорошие виски от 690 150 грамм я так понимаю ну как бы это уже беспредел до такой рюмочные прочее то есть если вот ресторана где на лиговке спрашивал кустам полторы тысячи с человека просто укушаться можно стол на двоих камень если уж крутое дорогое вино брать ну четыре тысячи максимум с половиной тут ценник конечно побольше лошадей не видно канагвардейский бульвар ну что ж поделок время другое до зато вот такие вот лошади крутые стоят вот проносится насрать на то что показывает маневры сделал зигзаг без предупреждения понес а дальше вот троллейбус на остановочках ну я пешочком все пешочком все делится по родным адресам и явкам сижу размышляя или все таки пешочком или на метро и на удивление народу нет то есть такая идиллия прям хочется прям бросить все и прыгнуть вот туда бульвар на скамейке нарушить все правила ладно Юрьич блин тоже поддался вправо нарушителей ну чего взять с Васюку просто тут кадр красивый с другой точки не снимешь а возвращаться вот она а возвращаться назад плохая примета и плюс логика событий может и не дать вернуться назад как на горной речке движемся только вперед весла на себя гребем смотрим что там за поворотом и хотя это город но тут некоторые местные советуют да и не только тут но здесь тоже говорит надо на мир смотреть как в танке так вот надвинуть закрыть я говорю ну ребят ну как же так где жизнь то зачем рассматривать через прорезь прицела и прочее как то где сострадание где в конце концов ну какой то гуманизм где красота вот ну какие приколы бывают конечно тренировка нельзя так вот вот ауру охренительно даже поживее может быть чем у нас на раскопанном амуре если б не рокеры эти пердящие было бы вообще хорошо но почему нет народу загадка то есть может поэтому народ жизни боится попрятался даже туристов нет а кто напугал туристов непонятно но я себя к туристам не отношу я сюда приехал по бизнесу да по работе злой бог бизнес как у Джока Лондона кто читал гиперболейский напиток поднимите руки кто не читал обязательно прочитать вот вещь которую я хочу снять она настолько комедийна она настолько парадоксальна она жестка даже по-своему потому что когда людей ставят как бы на выбор жизнь или женится на дочери вождя из кимовского слава богу дочь еще девственница и не страшная в общем то и вполне себе осознает перспективу до проживания в эскимовском стойбище или где-то в Сан-Франциско с женой кладоискателя и авантюриста который нашел свой клад не только в прямом смысле да как золото там деньги но и хорошую спутницу жизни в общем как бы вот настолько вещь парадоксальная настолько драйвовая поэтому гипербористский напиток ну и русской душе понятно в плане того что главным сюжетным явлением там является изготовление самогона в общем и борьба зеленого змея и других культов местных которые не привязаны к нему в результате чего местные культы вдрызг проигрывают конечно же ну Джек Лондон велик недооцененный вот пытались его раскрутить как бы поднять ну он понятен людям таким суровым людям целеустремленным людям которые могут не то что поставить на карту свою жизнь это одно поставить на карту можно проиграть а людям которые нацелены на выигрыш в любых обстоятельствах они выиграют при любом раскладе даже если умирают победителем в этом плане Джек Лондон конечно не типичный еврей опять да и не еврей он вовсе и вот что удивительно в нынешней России в общем то памяти о Джеке Лондоне особо и нет а так могли бы улочку назвать скверик или что то еще ну увы она изнеженная сочьями обласканная да распилами сочинскими ну пойду я сниму канагвардейцев этих и такая такое в общем суровость северная и любовь к жизни ей чужда именно к первозданной жизни без всяких чесюканей без всяких так и хочется спросить какой размер ну я в смысле хотел про девушку сказать но тут уже одно к другому прям подходит так уберите детей вот он манеж причем сразу возникает такая мысль ну неужели вот да вот здесь вот лошадей это скорее завоеватели какие то засрали все и начали тут выкатывать жеребцов то есть все настолько настолько натянуто опять смотрим на закопанные вон закопанные то есть вот он Исаки все настолько натянута настолько выдуманно настолько неестественно да в объяснении вот она площадь вот вот грустно от этих стекла разбитых улицы разбитых фонарей уже здесь немытых окон и каких-то могучих таких сюжетов вот представьте это все отлили из меди из бронзы подняли какой нужно было кран чтобы это все поднять то есть вес либо отливали да там сразу либо это что левитатор какой-то был да закатывали по наклону зимой наморозили закатили потом это ну то есть объяснения вообще не катят как проходил техпроцесс сборки вот этого сооружения как бы они настолько не катят да вот женщины верят женский ум он логики чушь поэтому женщины верят всей херне которой говорят экскурсоводы что тут хотели построить Венецию да прорыть каналы и так далее не найти вход в подземелье засыпанное после космической атаки город северную пальмиру магический серыми уничтоженный который унес с собой знания античной цивилизации гигантов и саму цивилизацию распылил а именно вот сказки про Петра там прочее 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 музейный почтовый городок почтамский ну англитер понятно вот она вот она ну сука какие ж уроды все такие моральные это эти городские байкеры почему потому что простите мой русский язык ну уедьте за город рычите там сколько хочется мне надо децибелы в городе создавать вот это все где и так собственно ушам больно вот мне лично больно ушам от всего этого не не пойду я туда там где-то опять стройка какая-то хрень загороженная видите модернизация и здесь распиловка и т.д. и т.д. а времечко то убегает 13 минут уже натиково почтам в конце улицы вот там светится надпись почтам вот голубенькая это почтам перейду в скверик сейчас и там с фронтального вида закончу сюжет о чем этот сюжет да ни о чем просто хочется душе так ну пошли глуша как у меня прям такой же прожжен на моей тарантайке о ну вот даже вот на углу какой вес у этой композиции сейчас просто не берет телефон забивает этот светодиодный цвет у него недостаток что он забивает конечно и соответственно не получается вот раньше был нормальный свет галогенный а светодиодную в это не то 16 секунд а то у них движение есть попикай постой дорогой экскурсии вечерние может вечерние даже интереснее когда машин мало хотя можно уснуть на ему ну я сам себе экскурсовод и вам конечно экскурсовод с определенным взглядом да уклоном скептицизмом оптимизмом и с дерьмовеньким видео ну как бы камера я говорю извиняюсь на иголку хватило и то ладно на веню на новой поддержки и вот отдельное спасибо Владивостоку от Балтики до Японского моря заслуга города Владивостока что вот эти трансляции происходят за покупку оборудования и все остальные донаты все в этом мире удивительно вот Англитер вот Астория все две гостиницы крутые сразу Высоцкая вспомнилась песня о поэтах и всех прочих про 37 Есенин в петлю влазил хотя не влазил Есенина засунули это все понятно что жертва была ну и мои коски лег виском надуло задержимся на цифре 37 коварен бог ребром вопрос поставил или или на этом рубеже легли и Байрон и Ромбо нынешние как-то проскочили ну не просто было проскочить ребят 37 это как бы реально кармическая дата лунные узлы реально был я тоже на грани жизни смерти в это время ну даже мама об этом не знает ну как бы схватки с темными магами жесткие проходили стойли инфаркта но мы их победили сук загнали туда откуда уже не возвращаются и сразу всем стало легче дышать реконструкция памятника то есть тут стоял памятник и стоит но видите загорожены все ну заканчиваю трансляцию вот Исакий вот он Питер канал тракт Кунаширского санкт-петербург Русь, святая Да пребудет с вами Доброта, мудрость И сила Себя, главное, и свою Лучшие побуждения И то, что Высшее Я вас не оставит На этом пути Все, давайте